Работникам социальной защиты пенсионеры, как правило, доверяют, словно членам семьи. Этим нередко пользуются мошенники. Многие люди предоставляются работниками социальной службы, приходят пенсионерам и предоставляют им определенного вида услуги. Либо предоставляют медицинские средства со скидкой, либо по меньшей стоимости. Либо бывают случаи телефонного мошенничества, звонят на телефон пенсионерам и говорят о том, что случилось несчастье с ребенком, с сыном, что нужна какая-то определенная сумма денег. Социальных работников их подопечные чаще всего хорошо знают. Однако и в этом случае не будет лишним попросить предъявить удостоверение. Кроме того, те, кто обслуживает пенсионеров на дому, приходят к ним в специальной форме на одежде с логотипом администрации Кемеровской области. Итак, проверим, насколько бдительны и внимательны беловчане. Вместе с заведующей отделением социальной помощи на дому, Светланой Лапией, отправляемся в дом 12 на улице Карла Маркса. Так, открываем. Здравствуйте. Здравствуйте. Антонина Ивановна, как у вас дела? Пенсионерка Антонина Ивановна знакома социальным работникам, но и ей Светлана Арсеньевна вручает памятку, где указан телефон Центра соцобслуживания и всех экстренных служб. Мало ли что. Будьте бдительны, будьте внимательны. Это я спрашиваю. И всего вам самого. Тут вот в 12 часов ночи ко мне звонили по домофону. Нет, не открою. Я сейчас позвоню, кто бы заняли, это самое, спасение. Все и все. А кто его знает, кто там был? Ну, все правильно Антонина. Нет, я спрашиваю. Я на эту тему, я... Обязательно, обязательно. Далее решаем позвонить в любую квартиру в том же подъезде, где живет Антонина Ивановна. И лишь только социальный работник успевает позвонить в дверь, как она немедленно открывается. Пенсионерка даже не спросила, кто пришел. Таким горожанам памятка, принесенная Светланы Арсеньевны, как нельзя кстати. Хорошо, что дверь открыли не мошеннику. Сейчас очень много случаев мошенничества. Обязательно спрашивайте, кто к вам пришел. Быстро открыли, и к вам могут зайти незнакомые люди. Спасли, может быть, не совсем хорошими намерениями. Следующий маршрут – дом 21 на улице Октябрьской. Звоним в одну из квартир, где, по нашим сведениям, проживает пожилая женщина. Социальный работник. А вот удостоверение, посмотрите, пожалуйста. На этот раз не так-то просто попасть в квартиру. Бабушка оказалась осторожной. Она сказала, что сначала перезвонит в Центр социального обслуживания и удостоверится, работает ли у них такой сотрудник. Светлана Алексеевна, работает у вас? Убедившись, что такой сотрудник действительно работает, Татьяна Алексеевна пускает непрошенных гостей в квартиру. Выступили абсолютно правильно. Что проверили, работаю я в данной организации или не работаю? Будьте внимательны. Так и нужно действовать. Порой лучше совсем не открыть дверь, чем рисковать собой и своими сбережениями. Не идти на уловки мошенников, не соблазняться, можно сказать, дешевизной медицинских препаратов. Лучше, если вы сомневаетесь, лучше вы перезвоните телефонные либо милиции, либо органы социальной защиты.